ПРОВИТАНИЕ СТРАТЕГИЧНЫМ ХУЛЬЦАМ! В 15-е годы, то бишь практически 50 лет, и получил прозвище «болгаробойца». Потому что именно с болгарами борьба была крайне упорной и ожесточенной. Так, например, в кровопролитном сражении при Беласице в 1014 году Василий разбил болгарскую армию, взял в плен 15 тысяч болгар и приказал всех их ослепить, а затем отпустил на свободу, оставив в каждой сотне по одному поводырю с одним глазом. Тем не менее, его уникальная способность в игре называется багрянородной. Так действительно называли многих императоров Византии, те, которые родились в особой комнате императорского дворца, которая была такого багряного цвета. Но интересно, что именно Василий как раз там не рождался, он вообще даже, по-моему, не в Константинополе родился. Тем не менее, эта уникальная способность позволяет юнитам тяжелой и легкой кавалерии наносить полный урон городам, имеющим ту же религию, что и Византии. А при исследовании социального института «Божественное право» Византия получает уникальный юнит «Тагма». О нем чуть позже. Уникальная способность самой Византии называется таксис. Если я ничего не буду, так называли тактическое подразделение македонской фаланги. И с этой способностью юниты получают плюс три к боевой мощи или к религиозной силе за каждый обращенный в религию Византии священный город, включая и священный город самой Византии. То есть, как только Византия основывает религию, все юниты сразу получают плюс три к боевой мощи. Кроме того, Византия распространяет свою религию на ближайшие города, когда побеждает вражеский юнит. А города со священным местом дают плюс одно очко великого пророка. Интересная способность, и меня радует, что в Фераксис перестали какие-то отмороженные цифры давать в бонусы цивилизациям, потому что плюс три к боевой мощи за каждый священный город — это вполне играемо. Ведь обращать чужие священные города реально очень тяжело. У них очень большое давление своей религии, там требуется много миссионеров. Так что, если вы смогли обратить чужой священный город, то получить плюс три к боевой мощи за это достойно тех вложений, которые вы на это потратили. Правда, тут может помочь вот эта способность распространять религию, когда побеждаете вражеский юнит. То есть, основываете религию и идете воевать с соседями, чтобы на них же свою религию и распространить. Тем не менее, это не выглядит, повторюсь, очень крутой способностью. У Византии два уникальных юнита. Уже упомянутая тагма, она заменяет рыцаря, правда, открывается в социальном институте, в божественном праве. И на самом деле, без достаточной культуры до божественного права дойти далековато. И по ходу дела, скорее всего, тагмы будут открываться дольше, чем рыцари. Но, тем не менее, юнит крутой. Все наземные юниты в пределах одной клетки от тагмы получают плюс четыре к боевой мощи или плюс четыре к религиозной атаке. То есть, получается, те же самые колумбийские лионера. При том, что лионера влияют только друг на друга, а тагмы влияют на все юниты. Надо, конечно, будет это все опробовать, но выглядит очень сильно. Второй уникальный юнит Византии — драмон. Он, кстати, и в пятой циве был. В пятой циве и второй уникальный юнит тоже был конный, правда, назывался катафрактария. Так вот, здесь драмон заменяет квадрирему. При этом драмон стреляет на две клетки, а не на одну. И имеет плюс десять к боевой мощи против юнитов. Интересно, что тут нет указания против каких юнитов. Если кто-то из вас уже сыграл за Византию, уточните в комментариях, действительно ли против всех вообще юнитов. И против морских, и против наземных. Если так, то тоже очень-очень круто. Ну и, наконец, уникальный район — ипподром, который заменяет развлекательный комплекс. Стоит, как всегда, для уникального района в два раза дешевле в строительстве. И вместо одного довольствия от развлечений дает три довольствия от развлечений. Это уже выглядит очень неплохо, но как будто этого мало. При строительстве ипподрома и зданий в нем вам будет даваться тяжелый кавалерийский юнит. Причем не требующий ресурсов на подготовку и на содержание. Это чем-то похоже на Англию, где каждая гавань давала морской юнит, но в отличие от Англии, это давала только гавань, а не и каждое здание в гавани. С другой стороны, вы не будете развлекательные комплексы ставить в каждом городе. Тем не менее, тоже очень-очень сильный бонус. И как итог, Византия выглядит очень сильной цивилизацией, с хорошими бонусами на войну. Я бы не хотел воевать против Византии в сетевой игре, зато я точно ее попробую на божестве против компьютеров. Кстати, я записывал видео про восстание Ника на Константинопольском ипподроме, его тоже обязательно посмотрите, ссылка будет в прикрепленном комментарии. Вторая появившаяся цивилизация Галлы, а вот тут лидера не угадал вообще никто. Это Амбиорикс, соправитель племени Эбуронов, прославившийся своим сопротивлением римскому полководцу Юлию Цезарю. Причем это сопротивление закончилось исчезновением племени Эбуронов навсегда. Довольно странный, мне кажется, выбор лидера для Галлов. Большинство, кстати, писали про Верцингетерикса, но его почему-то Фераксис решили обойти стороной. Итак, уникальная способность Амбиорикса называется Царь Эбуронов. Ваша цивилизация получает культуру в размере 20% от стоимости юнита при каждой покупке негражданского юнита. Ну то есть, если вы покупаете какой-то военный юнит за 200 монет, то получите 40 культуры. Кроме того, юниты ближнего и дальнего боя, а также антикавалерийские юниты получают плюс 2 к боевой мощи за каждый боевой юнит в соседних клетках. Тоже, кстати, крутой бонус, это, конечно, не плюс 4, как у Византии, но у Византии это только особенные юниты плюс 4 дают, а у Галлов все юниты рядом друг с дружкой получают плюс 2 к боевой мощи. То есть, юнит на фронте, рядом с которым кто-то стоит и за которым стоит, может получить до плюс 10, по идее, а чаще всего будет иметь плюс 8, что очень-очень неплохо. Способность самой цивилизации Галлии называется Гальштадтская культура и дает бонусы рудникам. Итак, рудники, во-первых, делают культурный захват при постройке, правда, только если захватываемые клетки больше никому не принадлежат, так что отъедать у других цивилизаций земли вы таким образом не сможете. Кроме того, рудники еще и дают плюс 1 единицу к культуре. Кроме того, специализированные районы не получают небольшой бонус за соседство с другими районами. Это странное описание, я вам проще скажу. У всех цивилизаций каждый соседний район давал бонус за соседство 0,5. То есть, если, например, кампус соседствовал с двумя районами, например, с производственным и с коммерческим, то он получал бонус соседства плюс 1. Так вот, районы Галлов этот бонус получать не будут. Поэтому ромашка за Галлов будет бессмысленна. Это, конечно, проблема. Кроме того, никакие районы нельзя строить рядом с центром города. Еще одна проблема. Вы в начале игры не сможете никакие районы практически построить, потому что у вас просто не будет клеток для них. Но тем интереснее будут районы располагать за Галлов. Тем более, что их уникальный район. А Пит заменяет промышленную зону, соответственно, в 2 раза дешевле в строительстве и появляется намного раньше. Он появляется после открытия обработки железа. Ну, это той технологии, где мечники находятся. То есть, вы сможете промышленную зону уже в античности построить. При этом эта промышленная зона умеет стрелять. То есть, это такой симбиоз промышленной зоны и военного лагеря. Да еще и открывает технологию ученичества. А это значит, что вы и мастерскую сразу сможете построить. Потому что именно в мастерской у нас ученичество находится. И там же еще и плюс 1 производство к рудникам. То есть, вы сразу и рудники свои улучшите за Галлов. Но, с другой стороны, у АПИДа нету бонуса соседства с Акведуком и Дамбой. Он получает только плюс 2 производства соседства с каменоломней или стратегическим ресурсом. А также плюс 1 соседство за правительственную площадь. Ну и напоминаю, что малые бонусы за соседство с другими районами тоже не работают. Поэтому мне все-таки видится вот этот уникальный район Галлов похуже, чем уникальный район немцев, который тоже занимает промышленную площадь и называется Ганза. Ну и, наконец, уникальный юнит Гесаты. Он заменяет воина. То есть, появляется прям сразу в начале игры. И вот тут интересная штука. В описании сказано повышенная скорость перемещения и стоимость. Да, действительно, он стоит на 50% дороже воина в производстве, но повышенной скорости у него нету. Я в игре зашел посмотреть, и у меня все Гесаты ходили на две клетки только. Возможно, к тому моменту, как выйдет это видео, Фераксис поправят, но реально у Гесатов нету дополнительного перемещения. Зато они имеют плюс 10 к боевой мощи против юнитов с более высокой базовой боевой мощью и плюс 5 к боевой мощи против укрепления района. То есть, их сила позволяет, во-первых, быстро с варварами разбираться в лагерях. У них там у всех копейщики. А во-вторых, можно даже попробовать чужие города позахватывать, потому что плюс 5 к укреплению района, а это центр города, это район. Но сила Гесатов нивелируется их стоимостью. Еще раз повторю, что они на 50% больше в производстве, чем воины стоят. С другой стороны, вот это их плюс 10 против юнитов с более высокой силой, получается, позволяет им и против мечников более-менее постоять. Потому что мечники будут 36 иметь, а гесаты против мечников 30. А если они еще рядом друг с дружкой стоят, то еще можно плюс 2, плюс 2, там, не знаю, 34 набить. Вполне возможно. То есть, и галлы тоже выглядят интересной цивилизацией, но не такой, как мне кажется, сильной, как Византия. Вот с этими ребятами еще можно более-менее сладить. Хотя, опять же, надо посмотреть, насколько много они будут культуры получать с рудников. Там уже как повезет с холмами, получается. А с другой стороны, у них минус за соседство районов. То есть, у несчастных галлов вряд ли будут высокие соседства районов. То есть, и повезет только с горами, рифами и геотермальными источниками для кампусов на плюс 3. Так что, довольно рандомная получается цивилизация. Ну что ж, я вам представил две новых цивилизации. Ваши впечатления хочу почитать в комментариях. И напишите, за какую из этих двух вы сыграете в первую очередь. Я уже для себя определился, конечно же. Моя любимая Византия. Прохождение тоже буду записывать и вам показывать на божестве. На этом все. Играйте вам на игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.